Хайдар Алиусманов. Молчун. Инстинкт выживания. Поиск. Закончив с этой группой поисковиков, я снова начал вести дальнейшую охоту на седьмом уровне пещерного лабиринта. Здесь все было делать удобнее из-за того, что местные монстры были достаточно сильные и могли легко и просто разделаться с многочисленными врагами. Так что стоило заранее понимать одну большую сложность, которая возникает у всех этих поисковиков. На нижних уровнях лабиринта они подвержены большим опасностям. И эти опасности для них являются слишком уж серьезными. Вот если бы такая группа пропала где-нибудь на уровне третьего или даже четвертого этажей, то тут без проблем бы не обошлось. Такое, по своей сути, считается невозможным. Слишком опытные они были. Я это понял по тем самым пещерным лягушкам, с которыми они столкнулись. Все они сделали правильно. Все. Вот только не подумать о том, что какие-то из тварей могли остаться в коридоре, с их стороны было глупо. Ну, сами подумайте. Маленькие лягушки двигаются быстрее, чем более старшие и крупные. Уже только поэтому можно было понять, что маленькие обгонят старших. А значит, сзади них в коридоре может быть главная опасность. Так нет же. Прошу прощения. Я просто не могу не поражаться такой глупости и самоубийству этих идиотов. Хотя. Мне стоит их за это поблагодарить. Мой своеобразный алтарь, который я использовал как накопитель жизненной энергии, снова набрал силу, и я мог заряжать свои амулеты жизни достаточно сильно, получая возможность омолаживать себя и свой организм. Хотя делать это бесконечно мне бы не хотелось. Я ведь не знаю того, насколько серьезно может сработать эта сила на мне. Вдруг она меня омолодит до младенца. Так я же сдохну через пару дней. Просто из-за того, что меня некому будет покормить и поднять на ноги. Жестокая смерть. Поэтому лучше научиться ее дозировать. По крайней мере, лет 5-6 можно себе сбрасывать каждый раз при использовании серьезного амулета. А тот амулет, который я изготовил из рубина и называл очень серьезным. Он действительно был прекрасен. Словно танцующий язык пламени, похожий на очаровательную девушку, изогнувшуюся в танце всем своим прекрасным телом. Что-то мне подсказывало, что такой рубин у меня очень быстро постараются выкупить. Стоит только об этом узнать. Но при этом я понимал и то, что продавать его я не собираюсь. Ни к чему мне это. Ведь он полон энергии жизни. Стоит только его задействовать, а он работает как обычный донорский пакет с кровью, и по своему незнанию, можно слишком уж омолодиться. Тогда у того, кто его использует, возникнут проблемы. Для начала ему придется объяснить то, как же он сумел так омолодиться. Кроме того, тут же появятся желающие точно так же омолодить, и собственные тела, не говоря уже про каких-либо высокопоставленных господ. Мне это все действительно было совершенно ни к чему. Так как я понимаю одно главное условие. Подобное позволять просто нельзя. Ведь это по сути, снова вернет меня к началу. Я буду заперт в этой пещере до тех пор, пока не найду новый выход из положения. При этом стоит отметить тот факт, что этот выход я смогу искать лет через 200. Когда про меня забудут, и даже и легенды утихнут. Именно поэтому мне лучше совсем так не рисковать. Лучше я буду действовать на упреждение. У меня уже был продуман план. Я должен был спокойно попасть на глаза кому-нибудь из поисковиков, спасти его от гибели, после чего со спокойной душой начал бы постепенно контактировать с охотниками. Пару раз так помочь, и все. Они никуда не денутся. Начнут меня привечать и даже в чем-то благодарить. Это не мудрено, учитывая тот факт, что они будут мне должны жизнь.